Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Красивую, яркую и вкусную точку этого лета программа «Коза» и Харьковчане ставят в легендарном месте нашего города. День рождения ресторана «Шариков» отмечают с цыганским размахом и по мотивам романа «12 стульев». Специальный гость этого вечера – номинанты премии M1 Music Awards. Дуэт Анна Мария. Сегодня ресторан «Трактор Шариков» отмечает уже 12 лет. На секундочку. Как вам удается сохранять вот эту конкурентоспособность? Откуда вы черпаете идеи? Просто я такой человек, люблю постоянно все новое. Я не люблю, когда все однообразно. И понимаю, что действительно ресторанный бизнес, когда мы им начали заниматься, не представляли мы, что тут он настолько динамичный, нужно постоянно что-то менять. И мы держимся на том, что мы что-то меняем в плане меню. И стабильным остается то, что мы проводим вот такие вечеринки, программы. У нас уже очень много гостей постоянных, которые ходят к нам каждый год. Добавляются новые. Мы стараемся, а там уже, как говорится, старания наши видны в плане посещаемости гостями. Владислав, как постоянный гость ресторана «Шариков», у вас наверняка есть любимые позиции в меню? Это салат греческий, который прекрасно готовится, со шикарными греночками, которые не кубиками рубятся, а подсушиваются с целого среза батона. И, в принципе, любое блюдо в ресторане «Шариков» – это произведение искусства. А у вас не вызывает название ресторана никаких интересных ассоциаций, кроме как вот с самим персонажем Шариковым? Ну, я вообще люблю собачье сердце. И, в принципе, когда мне говорят про Шарикова и говорят про Булгакова, это всегда вызывает определенную теплоту в сердце. Сегодня день рождения легендарного места, и сегодня для вас, мне кажется, и приятно выступать с вашей новой песней «Синие глаза». Я, когда поднималась по ступенькам и слышала песню еще там, я думаю, как же я пропустила выступление Александра Крикуненко. Вы будете сегодня исполнять на бис? Да, будем, конечно, исполнять. Конечно, мы еще будем работать. Вообще, мы часто бываем в Харькове, мы очень рады, что у нас здесь друзья, гостеприимный город. Ну, что-то говорить, классно, и публика, ну, конечно, чувствуется вот культура харьковская, да, мы много ездим, и чувствуется вот публика такая вот, ну, как у нас говорят у артистов, благодарная публика, благодарная. Влад, Снежана поделилась секретом и сказала, что у вас прям очень увлеченная тяга кулинарии, и все ваши смелые идеи вы воплощаете в меню ресторана «Шариков». Я работаю с прекрасной молодой командой профессиональных поваров, мы принимаем различные смелые кулинарные решения. Вы можете в этом убедиться, прийти к нам в ресторан, попробовать. Лучше один раз прийти, попробовать и остаться нашим клиентом навсегда. Тематика сегодняшнего вечера, меня интересует «12 стульев», классика литературы. Выбор чей был, ваш или вообще команды? Почему сегодня именно Элочка Людоедка и Остап Бендер ведут этот вечер? Выбор был нашей команды, потому что это все тоже, это произведение «12 стульев», оно произведение того времени, как и произведение «Собачье сердце», и мы в этой концепции, как говорится, решили сделать сегодняшнюю годовщину ресторана. Меня мучил вопрос перед сегодняшним вечером, с каким же цветом волос сегодня будет дуэт Анна-Мария. То вы ярко-рыжие огненные, то вы блондинки, сейчас вы светло-рыжие блондинки. Я вот сейчас пытаюсь понять, что влияет на цвет ваших волос. Это настроение, это атмосфера и вообще, вот как вы выбираете? Я вам скажу, вот на сегодняшний день у нас волосы вот такого неповторимого золотого цвета, именно потому, что к ним прикоснулось солнце. Элементарно у нас волосы летом выгорели, очень сильно выгорают волосы, поэтому они становятся такого светлого цвета. Но я думаю, в следующий раз, когда мы с вами увидимся, не факт, что мы не поменяемся, мы любим экспериментировать. Когда-то в архиве, если поискать программы «Коза», там, где ты всегда была гламурная девушка, в красивых платьях, на бесконечных каблуках, но сейчас ты стоишь в перчатках, в фартуке, и твоя квалификация человека, который окончил кулинарную школу Ликардон Блю в Лондоне, позволяет сегодня говорить, что ты креативный шеф-повар семьи Синдиката Вкуса. В новом амплуа, спустя уже столько времени, и сегодня Шарикова 12 лет, как ты переживаешь эту эволюцию? А в принципе, это замечательно, что довольно-таки, я считаю, немножко с запозданием я нашла себя, представляла как бы немного в другой сфере свою жизнь. Но каждый раз, когда какое-то мероприятие происходит, я могу реализовать свои какие-то идеи, какие-то понимания красивого, вкусного. И самое крутое, это что я вижу отдачу от людей, и им это нравится, и они этим восхищаются. А особенно, когда меня хвалят люди, которые десятилетиями работают в этой сфере, но это дорогого стоит. Вас двое. Огонь в вас двоих. И в каждой, мне кажется, хватит огня на огромную толпу. Какие конфликты у вас возникают в вашем дуэте? Или возникают ли они вообще? О, вы знаете, это тема. Мы часто говорим, что, и даже не то, что мы, а люди, которые наблюдают некоторые конфликты, споры, ссоры, даже иногда бывают драки. О, да, такое тоже бывает. Говорят, девочки, просто как итальянская семья, вот в самом таком, ну, темпераментном значении этого слова. Которые могут бить посуду, которые могут громко хлопнуть дверью. У нас когда-то, вот, перейдем к конкретике, у нас когда-то была ситуация, мы перед концертом поссорились очень сильно в гримерке, прямо в гримерке. И было разбито зеркало в этой гримерке, потому что в это зеркало полетел баллончик лака для волос. Так это нас немножко отрезвило. Бывает и такое. Я поздравляю ресторан Шариков. Я желаю ему долгих, долгих лет существования, не только 12+, но и 12-2+, чтобы люди оставались такими же прекрасными в этом прекрасном, на этом прекрасном спуске, в этом прекрасном месте, в этом окружении архитектурных памятников города Харькова и этих памятников и архитектурных шедевров кулинарии.